Дорогие друзья, сегодня мы продолжаем читать книгу о величии души человеческой «Путь огня», в которой собраны прекрасные, очень мудрые высказывания великого русского писателя-мыслителя Льва Николаевича Толстого. «Когда разумный человек завязан в снегу, то он не обвиняет дорогу, а себя, стараясь выбраться на настоящую дорогу, с которой он сбился. То же и в жизни. Люди собьются с пути, и вместо того, чтобы искать свою ошибку, обвиняют и людей, и жизнь, и Бога, только ни одного виноватого во всем – себя. «Человек испортил себе желудок и жалуется на обед, тоже и с людьми, недовольными жизнью». Льв Николаевич призывает нас брать на себя ответственность. «Все, что происходит в нашей жизни, мы создаем сами». И поэтому глупо обвинять кого-либо. Хотя люди часто очень ищут причину именно во внешних каких-то обстоятельствах, событиях в своей жизни. Обвиняют правительство, президента, погоду, соседа, кого еще. Да, еще мужа, жену, родителей, детей, начальника, вирусы, микробы. Ну, в общем, придумайте еще, кого вы обвиняете в своей жизни. На самом деле, как я уже писал в своих книгах, такая позиция – это позиция жертвы. И она ни к чему хорошему привести не может. Она приведет только к дополнительным страданиям и проблемам. Если мы хотим что-то изменить в своей жизни, мы должны брать на себя ответственность. Если мы сбились с пути, то нужно просто вернуться на свой истинный путь. Если жизнь не представляется тебе великой, незаслуженной радостью, то это только потому, что разум твой ложно направлен. Жизнь – это великое благо. И, например, иногда люди спрашивают меня, а за что мы должны благодарить родителей? Вот за это великое благо, за то, что они подарили нам жизнь, мы должны им быть благодарны всю нашу жизнь. Уже за одно это мы в неоплатном долгу перед своими родителями. И поэтому, друзья, поблагодарите своих родителей сегодня, позвоните им и выразите им свою искреннюю благодарность за то благо жизни, которое они вам подарили. Сделайте это искренне, с любовью. Может быть, сделайте им какой-то подарок. Они будут, поверьте, счастливы и очень довольны. А довольство родителей – это наш долг. Мы не имеем никакого права быть недовольными этой жизнью. Если нам кажется, что мы недовольны ею, то это значит только то, что мы имеем основания быть недовольными собою. Вот очень интересные слова. Хотел бы их обсудить. На самом деле, когда у человека есть недовольство жизнью, обстоятельствами своей жизни, это говорит о том, что такой человек недоволен собой. То есть он что-то в себе не принимает. Это может быть внешность, пол, имя своё, всё, что угодно. Вот на это нужно обратить внимание. То есть всегда, когда есть недовольство внешним миром, это значит, что у человека есть какой-то комплекс неполноценности, и от него нужно избавиться в первую очередь. А как это сделать, мы об этом узнаем дальше. Добрым так же трудно предполагать зло в других, как злым предполагать доброе. Что это? Это закон отражения. То есть когда человек видит зло в других, это значит, это зло есть в нём самом. Например, когда кто-то обвиняет кого-то, ругает, критикует, это значит, он в другом видит то, что есть в нём самом. «Человек сам делает зло, сам и страдает, сам делает добро, сам радуется, сам своими усилиями делает себя чистым и нечистым, сам губит или спасает себя. ошибается человек, надеющийся найти благо вне себя, как в этой жизни, так и в будущей. Чем больше будут верить люди в то, что они могут быть приведены чем-то внешним, действующим, само собою, помимо их воли, к изменению и улучшению своей жизни, тем труднее совершится это изменение и улучшение. Я могу добавить, что тем больше мы попадём в зависимость от других людей и от каких-то обстоятельств нашей жизни. Кстати, те люди, которые имеют зависимости, алкогольную, никотиновую, игровую зависимость, зависимость от денег и так далее, как раз это те люди, которые больше всего надеются получить улучшение своей жизни за счёт внешних каких-то факторов. И я знаю по своей практике, практике избавления, помощи людям в избавлении от зависимости, что как только человек обращается внутрь себя, как только он осознаёт свою истинную природу и встаёт на свой истинный путь, у него уходят все зависимости. И человек получает освобождение. А вот дальше Лев Николаевич пишет о доверии к Богу и о том, что мы должны предать себя Божественному. Из всякого трудного положения сейчас же выйдешь, если только ясно сознаешь то, что в тебе живёт Бог. Как говорил Иисус Христос, Отец во мне, а я в Отце. То есть Бог в нашей душе. Это на самом деле для кого-то может быть великим открытием, великим осознанием, озарением, осознать, что Бог находится не где-то, а Он находится в нас, в нашем духовном сердце. Благо наше зависит не от внешних условий, а от степени сознания и слияния своего Я не со своим животным существом, а со своим общим всем людям духовным началом, который мы называем Богом. Ещё раз, благо наше зависит не от внешних условий, а от степени сознания и слияния своего Я не со своим животным существом, а со своим общим всем людям духовным началом, которое мы называем Богом. Какие замечательные слова. Да, в каждом из нас есть животное начало, в каждом из нас есть божественное начало, и в каждом из нас есть человеческое начало. И мы в своей жизни должны совершить переход от нашего животного начала к человеческому и потом к божественному. Йога говорит о том же самом. У нас есть нижние центры, которые соответствуют нашему животному началу. И, кстати, у многих людей активно работают именно эти нижние центры. У нас есть сердечный центр, которые ответственны за наше общение среди людей, за проявление добрых, прекрасных чувств по отношению друг к другу. И у нас есть три верхних, высших центра, которые ответственны за нашу связь с Богом, за наше предназначение, за осознание своего истинного Я и за единение в духе с окружающим миром. Ну что ж, друзья, на вот этих прекрасных словах я хотел бы завершить наше сегодняшнее духовное чтение. Осознавайте свое высшее божественное Я и старайтесь изменить свое животное начало сначала в человеческое, а потом уже в божественное. И только это, поверьте, только осознание в себе божественного может сделать нас по-настоящему счастливыми людьми. И не только нас, но и привести к счастью все человечество. Я желаю вам осознания своего истинного божественного Я и до новых встреч. встречи. До встречи. Продолжение следует...